В Североказахстанской области подвели итоги государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек». За пять лет ее реализации в регион прибыло 2707 семей, а это чуть более 9 тысяч человек. Это переселенцы из южных регионов страны – Алма-Атинской, Жамбылской, Кызалардинской, Мандистауской, Туртистанской областей и городов Алматы и Шимкент. Какие условия создавались на севере Казахстана для вновь прибывших, расскажет моя коллега. Государственная программа «Енбек» реализовывалась по четырем направлениям. Предоставление материальной помощи на переезд, так называемые подъемные, возмещение расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг, направление на обучение для получения технического и профессионального образования или же на краткосрочные профессиональные курсы, содействие в трудоустройстве и развитии предпринимательства на новом месте жительства. На программу «За пять лет» было направлено 1,9 млрд тенге. Из прибывших граждан 3874 человека трудоспособного возраста. Из них около 3100 человек охвачены мерами занятости. 551 человек находятся в отпуске по уходу за детьми. Около 4300 человек – это дети. Также 276 студентов и 220 пенсионеров. Переселенцам оказывалась материальная помощь на переезд в виде единовременной выплаты в размере 70 мрп. В прошлом году эта сумма составила 204 тысячи тенге на каждого члена семьи. Кроме этого, предоставлялось арендное жилье сроком на 20 лет. Ежемесячный платеж по которому составлял порядка 10 тысяч тенге. Через пять лет его можно было приобрести по остаточной стоимости. Но многие из переселенцев неоднократно жаловались на качество домов и отсутствие работы. Некоторые из них, столкнувшись с трудностями, вернулись на родину. По семьям, которые выехали ранее, нарушили соцконтракт, они выплачивают либо добровольно, либо в судебном порядке. Начиная с 2017 года выехало в регионы в убытие около 600 человек. Это по причинам, по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, качества жилья во многом. Программа «Энбек» завершилась, но уже в этом году в рамках национального проекта будет разработано новое. А работы по переселению продолжатся, отметили в Управлении координации занятостей и социальных программ региона. Анастасия Дроняк, Кирлан Калиев, Служба новостей.